МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экстремально, но зрелищно в Коряжме прошли соревнования «Зимний дрифт». Всю эту неделю в Архангельской области идет чемпионат по профмастерству профессионалы. В нем принимают участие более 200 человек. Соревнования проходят в нескольких городах области. Участники соревнуются по 34 компетенциям. Организатором четырех площадок выступает Котловский электромеханический техникум. Глава города Денис Шевела сегодня побывал в учебном заведении и лично оценил кадровый потенциал области. На базе Котловского электромеханического техникума работают сразу четыре площадки регионального чемпионата профессионалы. Электромонтаж, электромонтаж юниоры, сетевое системное администрирование и медицинский и социальный уход. Чтобы выяснить, кто самый лучший профессионал, в КЭМТ приехали более 60 мастеров производственного обучения, преподавателей и студентов из 11 образовательных учреждений области. Кроме того, наши студенты принимают участие в других городах Архангельской области на соответствующих площадках. В частности, в Архангельске там сантехника и отопление. В Северодвинске обработка листового металла. И вторая компетенция – работа на универсальных токарных станках. В качестве организатора соревновательных площадок КЭМТ выступает 8 лет. Из них только 2 года на своей базе проводит площадку «Медицинский и социальный уход». На ней 7 студентов, медиков, выполняют разные задания. Демонстрируют, как проводить патронаж пациента с хронической болезнью почек, оказывать помощь при бронхиальной астме, консультировать пациента с рассеянным склерозом и проводить сестринский уход за пациентом после ринопластики. Работу оценивают эксперты-преподаватели разных техникумов, а сотрудники Котловской горбольницы присматривают кадры. Кстати, в этом один из плюсов данного чемпионата. Работодатели могут лично присутствовать на каждой площадке и выбирать, кого пригласить на работу. Оценил профессионализм будущих специалистов и глава города Денис Шевела. Чемпионат профессионалы позволяет нам решать целый комплекс разных задач. Во-первых, мы выявляем молодежь талантливую, молодежь стремящуюся, молодежь, которая умеет. Мы для города, опять же, можем подбирать людей, которые бы могли здесь оставаться. Мы можем продемонстрировать умения города далее на российском уровне, ну и популяризировать профессии рабочие. Для Кэмта проведение данного чемпионата как лакмусовая бумажка, возможность показать свою оснащенность, высочайший уровень подготовки кадров и новые возможности. В рамках нынешних профессионалов была презентована совершенно новая специальность. Со следующего учебного года в Кэмте появится новая специальность эксплуатации авиационных беспилотных систем. Вот сейчас здесь идет презентация данной специальности. Такая специальность, она на данный момент самая современная и впервые открывается в Архангельской области на базе Котовского электромеханического техникума. Сама специальность, вы при обучении, вас обучают 3D-моделированию, инженерной графике, также вас учат программированию и создание всяких документаций для работы с дронами. Итоги регионального чемпионата профмастерства будут известны завтра. Кстати, в компетенции электромонтаж год от года призовые места занимают именно наши ребята. Будем надеяться, что и в этот раз они не нарушат традицию. Кем быть? Вопрос, который сейчас волнует всех, кто заканчивает школу. Чтобы ребятам было проще определиться, специалисты профориентационного центра Северного Арктического Федерального Университета приехали в Котлас и рассказали ребятам, почему стоит поступать в их вуз. В зале седьмой школы будущие выпускники из разных образовательных учреждений. В качестве спикера – директор профориентационного центра САФУ. Светлана Загайнова рассказала юношам и девушкам, почему стоит выбрать именно этот вуз. Обладает большой образовательной и социальной инфраструктурой. На нашей базе действуют научно-образовательные центры «Российская Арктика». Также вуз является федеральным. У нас есть своя программа развития до 2035 года. Соответственно, мы прекрасно представляем, как будем обучать студентов, как будут развиваться наши научные проекты, наша инновационная деятельность. В САФУ 12 структурных подразделений. Здесь обучают и техников, и гуманитариев, в том числе судостроителей, нефтяников, айтишников, педагогов, журналистов, экономистов или юристов. Причем поступить можно даже с невысокими баллами по ЕГЭ. На востребованные инженерные специальности достаточно набрать в районе 150 баллов за три экзамена. Всеминогородним предоставляют общежитие. И каждому студенту стипендию. И она самая высокая в России. Отличники и медалисты ежемесячно могут получать до 10 тысяч рублей. И самое главное, у выпускников не будет проблем с трудоустройством. К примеру, поступив в одно из структурных подразделений ВУЗа Северодвинский технический колледж, можно неплохо зарабатывать, начиная со второго курса обучения. Ребята со второго курса трудоустраиваются на как раз предприятия на Севмаш, либо на Звездочку, либо на Арктику. У них оплачиваемая практика. Они получают заработную плату, минимальную заработную плату по городу Северодвинск. Это 30 плюс тысяч рублей. Чтобы ребята еще больше прониклись идеей поступить в САФУ в рамках правоориентации, для них были организованы любопытные мастер-классы. К примеру, будущие психологи участвовали в тренинге, нефтяники разглядывали черное золото, а на площадке по охране труда учили оказанию первой медицинской помощи. Давай, пробуй. Мы заканчиваем девятый класс. Мы уже задумываемся над выбором своей профессии. Постили это мероприятие, чтобы яснее понимать вообще варианты рассматривать. Буду рассматривать САФУ как один из вариантов поступления, потому что очень много возможностей. Я хочу поступать на программиста. В этом городе у меня находится много родственников. Плюс сам Архангельск очень близко находится в сравнении с Москвой или Петербургом. В этом году САФУ набирает 4000 первокурсников. Самый высокий конкурс на юридические специальности, больше всего бюджетных мест на IT и инженерное направление. 22 марта в главном вузе области пройдет день открытых дверей. И для абитуриентов и их родителей это отличный шанс лично познакомиться с образовательными программами и с инфраструктурой учебного заведения. Сейчас мы прервемся в небольшую рекламу, после которой продолжим «Не переключайтесь». 7 марта. Долгожданное событие года. Хиты русского рока. Музыка из песен легендарных групп. Два часа драйва и незабываемых впечатлений. Блеты на сайте artyombillet.ru 5 марта в ДК города Котлас распродажа обуви из натуральной кожи. Производство Киров, Челябинск. Любая пара всего за 3900 рублей. А также принимаем обувь на реставрацию в фабричных условиях. Встречайте новую весеннюю коллекцию. Выгода при покупке до 30% на весь ассортимент. Более тысячи моделей курток, эко-дубленок, пальто, шуб, буховиков, обуви из натуральной кожи и аксессуаров. Ждем вас по адресу Котлас, Кузнецова, 8, торговый центр «Адмирал», 2 этаж. Горяжма, торговый центр «Виконда», проспект Ленина, 17, 2 этаж. Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». Трогательная комедия и неповторимый юмор. 12 марта. Котласский дворец культуры. Билеты на сайте артембилет.ру Принято считать, что высокостный год непростой, тем не менее, его с нетерпением ждут все, кто родился 29 февраля. Ведь свои день рождения у таких людей бывает раз в 4 года. Так же, как и у героини нашего сюжета Дарьи Лукиной. Бытует мнение, что 29 февраля на свет появляются люди, которым от природы дается индивидуальность, красота и талант. К таким удивительным людям подчисляет себя и Дарья Лукина. Ведь именно сегодня она отмечает свой день рождения. Каждый год для меня является очень важным и очень ценным. Я благодарю, конечно, Всевышнего за свою жизнь, но так как получила день рождения один раз в 4 года, то я считаю, что это, конечно, очень здорово, очень классно. Я считаю себе необычайной. Дарья, теперь мы поздравляем с вашего гостей. Спасибо, мои дорогие, мои хорошие. Дарья – великолепный музыкант и педагог. Музыкальному воспитанию детей она посвятила всю свою жизнь. И это не случайно. Она сама поет с 3 лет. Родители всегда говорили имениннице, что она появилась в самый счастливый день и обязательно станет звездой. Дарья Сергеевна очень красивая. Классная. Дарья Сергеевна очень хорошая. Умная. Добрая. Наша любимая Дарья Сергеевна уникальна тем, что у нее есть своя красота, свой идеальнейший голос, который дан ей от Бога. Мы ее очень сильно любим. Дарья Сергеевна уникальна тем, что она как человек добрый, искренний и очень открытый. Хотя Дарья родилась зимой, она считает, что принадлежит романтичной и нежной весне и отмечает дни рождения 1 марта. И действительно, люди, родившиеся 29 февраля, отличаются от других особенным взглядом на мир чуткостью, нежностью и бесконечной молодостью. Спасибо вам большое за нашу работу, за вашу красоту, за ваш превосходный голос. Мы вас очень любим и ценим. Спасибо. Есть примета, что в этот редкий день можно загадывать желания на 4 года вперед. И они обязательно сбудутся. Наша именинница тоже рассказала о своих мечтах. В этом мире сейчас, да, в сложной ситуации, в которой мы все проживаем, конечно же, не хватает как раз этой сказочности, этого чуда. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы 29 февраля в мой истинный день рождения свершилось некое чудо. И я верю, что чудеса, они обязательно есть и сбываются. День рождения, Дарья Сергеевна, да? Я достаточно. Ой, ты моя заячка, почему я хорошая. К другим темам в Котусе второй год подряд ярмарка «Морошка» соберет лучших рукодельниц города. Яркое событие пройдет в воскресенье 3 марта. На рукоделии в последнее время настоящий бум. Мастера плетут, шьют, вяжут, делают украшения, игрушки и массу стильных и полезных вещей. Наш город не исключение. В Котусе много, что называется, рукастых и творческих. В прошлом году мы с нашими котловскими рукодельницами собрались вместе и поняли, что мы уже давно созрели для чего-то большего, чем просто каждая бы предлагала свой продукт по отдельности. Так родилась идея создать «Морошку». Рукодельницы, как крупицы этой уникальной северной ягоды, объединились в одно целое для обмена опытом и реализации своих идей. Новогодняя «Морошка» прошла с успехом в декабре. Следующая ярмарка пройдет в предстоящее воскресенье. По словам Анны Суботиной, в этот раз формат ярмарки будет другой. И решили сделать не просто ярмарку, а яркое событие, праздничное для нашего города. Потому что «Морошка» – это не просто продажа изделия ручного труда. Это, можно даже сказать, такой праздник, на котором проходят выступления артистов, как известных в нашем городе, так и начинающих. На протяжении всего ярмарочного дня здесь, в студии, будут проходить мастер-классы, в которых могут участвовать и дети, и взрослые. Кроме этого, в программе ярмарки дегустации, сюрпризы, розыгрыши. Ну и, конечно, можно будет сделать покупки и пообщаться с мастерицами. Рукодельницы в нашем городе занимаются абсолютно всем. И ассортимент, который мы будем представлять 3 марта, он на самом деле впечатляет. Текстиль, дерево, плетеные изделия, вязаные изделия, игрушки валеные, очень много украшений из эпоксидной смолы, из бисера, очень много декора для дома, много изделий для дома, авторские свечи. Также у нас будет дегустация фруктовой пастилы и чипсов, дегустация чая, модное дефиле от портных, от дизайнеров, от наших, и дефиле вязаных изделий. Светлана Овсянкина еще один, организатор ярмарки «Морожка». Рада, что рукоделие сейчас так популярно, по ее мнению, иметь дома качественные и уникальные вещи – это в каком-то роде престижно. Мы как организаторы пригласили самых лучших мастеров, для того, чтобы показать, насколько могут быть красивые изделия ручного труда, насколько это сейчас актуально. Дорогие жители и гости нашего города, 3 марта мы рады пригласить вас на наше мероприятие, которое пройдет в торговом центре «Арена» с 10 часов утра. Мы ждем вас на наше яркое, красочное мероприятие, на котором вы познакомитесь с лучшими мастерами нашего города, посетите замечательные мастер-классы и отлично проведете время всей семьей. В Каряжме состоялось одно из самых зрелищных событий – экстремальные заезды, снегоходов, сквадроциклов и мотовездеходов. Зимний драйв собрал любителей экстремального спорта и ценителей красивой техники. Рев двигателей, брызги снега и адреналин. На острове Профсоюзов – праздник с мужским характером. Любители экстремального спорта объединились, чтобы преодолеть сложную, непредсказуемую снежную трассу на своих железных конях. Зимний драйв организован при поддержке ДСАА в России в рамках Дня защитника Отечества. В зимнее время впервые здесь у нас, наверное, проходит такое мероприятие. Пожелать всем успехов, удачи. Самое главное, что у нас – безопасность. На старт! Внимание! Поехали! Первый заезд участники совершают на квадроциклах. До финиша им нужно проехать пять кругов. На пути – косогоры, подъемы, спуски, крутые повороты. Гонщики буксуют и выбрасывают вверх столбы снега. Через время определился лидер заезда. Удалось на старте уйти вперед. Может быть, выгоднее позиция была относительно других. Ну и плюс на трассе не допустил ошибок. И без падений, без съездов в сугроб получилось приехать первым. И снова драйв, азарт и скорость. На этот раз – гонка на снегоходах. Чтобы сидеть на транспорте на непростой трассе, нужно быть в хорошей физической форме, а также быть уверенным в техническом состоянии своего железного коня. Одна ошибка – и водитель в снегу. Но этот экстремал справляется с форс-мажорной ситуацией и догоняет своих соперников. Подъезжу, друзья, нашими аплодисментами! Там снегоходы ездили, трассу немножко перерыли. И когда приземляешься, получилось, колею закидало, выбросило. А так все нормально вроде. Без травм, слава богу. Как настроение, как драйв получили? Хороший вообще. Прямо вот пар идет от меня. Мы вообще постоянно катаемся вот с этими ребятами. Вот. Поэтому сейчас устроили такое соревнование небольшое. Поэтому решил поучаствовать, поддержать. Трасса сложная, потому что, во-первых, снег плотный, быстро утрамбовывается, тяжело поворачивается. Вот. Поэтому такая непростая. Много поворотов. Последними свою технику на трассе проверили любители отечественного автопрома. Машины с легкостью преодолевают снежные барханы. Зрители восхищение. Эмоции, на самом деле, зашкаливают. Все-таки адреналина, с ума сойти, когда гонка идет, когда ты видишь участников, гонщиков, скорость. Это, на самом деле, классно и очень эмоционально. Посмотреть на зрелищные заезды и поддержать участников пришли горожане всех возрастов. После мероприятия все желающие спешили сфотографироваться на красивой технике. Тут вообще здорово. Пришел с детьми, посмотрели. Им понравилось очень. Так что, пошли, вот, пофоткаемся еще на снегоходах. Хорошее мероприятие, молодцы, что организовали. Главное мероприятие. Мы получили драйв, ну что, ну что? Ну да, интересно. Заезды интересные. Очень здорово все, весело, интересно. То есть, ребенку тоже нравится. Сейчас прокатились на банане, тоже весь под эмоциями. Семьей пришли, получили массу положительных впечатлений. Кто больше всего понравился? Заезды на квадроциклах. Больше всего захватывающие. Скорость, драйв у них. Как они падают, как они справляются с трудностями. Замечательные мужские заезды, отличные. Самой популярной для фотосессий стала самодельная машина – вездеход «Катюша». Коряжемцы Дмитрий Ваньков и Игорь Новосельцев собрали технику по запчастям. Прокатив два десятка юных горожан, вездеход получил первое боевое крещение. Все мечтали о вездеходе. Вот получилось, приобрели недоделанный вездеход, восстановили, все сделали. Вроде получилось нормально. Будем дальше испытывать, пробовать, реконструировать, какие-то новшества внедрять. Соревнования «Зимний драйв» в Коряжеме организаторы планируют сделать традиционными, что позволит популяризировать экстремальный спорт и объединить любителей скорости из ближайших городов и районов. Сегодня последний день календарной зимы. Какие погодные сюрпризы приготовила нам природа в первые дни весны узнаете прямо сейчас. Конец февраля выдался снежным, тем не менее на улице стало заметно теплеть. А благодаря воздушным массам Атлантики в предстоящие выходные сохранится теплая погода. Подует юго-западный ветер, слабый до умеренного. По словам метеорологов, преимущественно без осадков. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых температур. Столбик термометра будет на отметке плюс три. В ночные часы его показания опустятся от минус одного до минус шести градусов. На начале следующей недели, при прохождении холодного фронта, у нас в большинстве районов пройдет снег и начнется плавное понижение температуры. Не стоит забывать, что на севере март считается зимним и капризным месяцем. Поэтому ему еще предстоит показать свой характер. После кратковременного потепления нас ждет похолодание. Особенно в ночное время температура понизится от минус пяти до минус десяти градусов. В отдельные дни при прояснениях возможно до минус пятнадцати. А днем столбик термометра будет повышаться от минус трех до минус семи градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok